Праздник книги, праздник чтения. Так Сергей Нарышки назвал проходящий уже в седьмой раз книжный фестиваль «Красная площадь». В нем принимают участие издательства из 45 регионов России. Свой павильон на Красной площади у российского исторического общества. Презентация очередного сборника архивных документов проекта «Без срока давности» – одно из множества мероприятий РИО и Фонда истории Отечества, которые запланированы на этой площадке в рамках фестиваля. Это, конечно, вклад в этот большой проект, в нашу общую память. Память и о нашей победе, и о больших жертвах со стороны граждан Советского Союза. И, конечно, это большая и очень благородная деятельность. Елена Васильевна, я вас и ваших коллег еще и еще раз благодарю за это. В этом году отмечается 200-летие со дня рождения Николая Некрасова. Сергей Нарышкин принял участие в торжественной церемонии гашения памятной марки. В подарок получил юбилейное издание писателя. На кожаном переплюте находится серебряная медаль с портретом автора. История книжнего фестиваля, книжной выставки «Красная площадь» уже является частью истории России. И очень хорошо, что на этой площадке проходит огромное количество различных событий. Вот одно из них, оно посвящено и юбилею классика русской литературы. А это уже главная сцена фестиваля. Победители третьего всероссийского конкурса поэтической декламации «История России в стихах». Дорогие ребята, я искренне поздравляю вас с победой. Этот конкурс стал уже доброй традицией, проводится не в первый раз. Сергей Нарышкин вручил грамоты российского исторического общества, а затем каждый из победителей прочитал стихотворение, с которым принимал участие в конкурсе. Когда ты крест висла рукою, и на престол взвела с собою доброд твоих, прекрасный лик. Ну и еще я хотел бы обратить ваше внимание на такую акцию, которая проводится уже в течение нескольких лет и называется «Подари детям книгу». Российское историческое общество вместе с издательством «Русское слово» делает сегодня очередной подарок 700 детских книг. Сертификат на 700 книг Сергей Нарышкин вручил директору Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной. В этом году акция, которая проходит с 2016 года, организована в пользу детских библиотек из пяти регионов – Владимирской области, Кемеровской, Воронежской, а также Приморского края и Республики Крым. Служба информации Фонда «История Отечества».